Кому-то золотые умывальники и доллары в банках, кому-то банально не хватает на жизнь. Марш против тарифов, олигархов и репрессий. Сегодня прошел в Ивано-Франковске. Несколько тысяч человек прошлись по центральным улицам этого города. Все подробности узнаем из материала. На площади перед областной госадминистрацией негде яблоко упасть. Несколько тысяч горожан с плакатами в руках скандировали один и тот же лозунг. Банду! Банду! Сегодня мы вышли под эти стены, чтобы показать владе, что мы не довольны тем, как стремительно срастают тарифы. Влада очень сильно гордится тем, что подняла минимальную заработную плату. Но если этой платы хватает что-то, кроме коммуналки и на элементарные продукты харчевания? Оксана Матюшечкина пришла выразить свое негодование непосильными тарифами. Она вместе с мужем почти половину семейного бюджета, более 2000 гривен, отдают за коммуналку. Женщина возмущается, она не понимает, почему ее семья едва сводит концы с концами, в то время как чиновники-коррупционеры жируют. Вот такие люди все бедные платим, все едем в кассу, стоим, а те, что имеют миллионы, миллиарды, вот такие, как Насиру на данный час. А он умирает в 38 лет, потому что он уже захворел. У него уже страшные болячки, как крадут, не умирает, а как приходится до ответственности, начинает умирать. И все, поэтому меня такое привело, вот такая уже, знаете, несправедливость. О беспрецедентном давлении говорят и предприниматели. Налоги выросли, а на предприятия едва ли не ежедневно приходят из разных инстанций с проверками, говорит владелец юридической компании Андрей Кусь. На рынке его фирма работает уже 6 лет, но такого прессинга не помнит. В последние 2-3 года очень часто стали происходить такие вещи, такие шаги от контролирующих органов, от проверяющих структур, которых даже в часы президентства Виктора Януковича не было на самом деле. Собравшиеся построились в колонну и прошли маршем по улицам города. Возле управления по борьбе с экономической преступностью сделали остановку. Там поставили мусорный бак и бросили в него дымовую шашку. Протестующие считают, что полицейские не пытаются противодействовать преступникам и коррупционерам, а напротив их покрывают. Ольга Иванченко, Жанна Дучак, Зиновий Автоназ. Подробности телеканал Интер. Ивана Франковск.